Добрый день! Сурдопереводчик Хасан Исраилов и я, Алмаз Ашим, расскажем вам о самых последних новостях. Премьер-министр Австралии представил новый план по защите от терактов с использованием автомобилей. Документ представляет собой руководство по самостоятельной установке в местах массового скопления людей, защитных ограждений из бетона или металла, клумб, прочих конструкций, не позволяющих машине выехать на тротуар. По данным местных СМИ, премьер поручил составить этот план еще в 2016 году. После теракта в Ницце его подготовкой занимался Антитеррористический комитет Австралии и Новой Зеландии. Мы признаем, что угроза постоянно развивается, поэтому нам нужно следить за тем, чтобы мы совершенствовали и обновляли меры безопасности, которые помогут австралийцам довольствоваться своим образом жизни. В Великобритании намерены вести дополнительные проверки для аренды автомобилей после теракта в Барселоне. Министры Туманова-Льбена крайне обеспокоены тем, как просто радикалы могут взять в аренду машину для организации терактов с наездом на пешеходов. Чиновники МВД и Министерства транспорта проводили переговоры с представителями индустрии проката о введении более жестких мер. Пока окончательное решение не принято и местные СМИ сообщают, данные, передаваемые в компании по прокату автомобилей, включая имена, адреса и финансовую информацию, будут сверять со списками разыскиваемых преступников. И, кроме того, у водителей могут потребовать дополнительные личные данные, поскольку чиновники уверены, что любая информация поможет выявить потенциального злоумышленника. Машинист, сошедшего с рельсов поезда на севере Индии, мог не знать о ремонте путей, поэтому двигался на высокой скорости. Об этом сообщает газета Times of India. Напомню, инцидент произошел в индийском штате Утар-Прадеш накануне. В этом ЧП погибли больше 20 человек, около 150 получили травмы. Проводится расследование причин катастрофы и официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. По новой госпрограмме жилищного строительства Нур-Лежьер в Жамбулской области возводят 4 80-квартирных многоэтажных дома. Все строительные материалы отечественного производства оценили качество строительства и наши корреспонденты. Строительство трех многоэтажек ведется в городе Таразе. Еще один дом возводят в микрорайоне Байтирек Жамбулского района. Жилье является арендным без права выкупа. По программе Нур-Лежьер на текущий год выделено 1,562,000,000 тенге, на что строится у нас 4 дома. В текущем году начинаем строительство 10 домов, это в новом 15 микрорайоне. Возводить две многоэтажки в массиве Арай начали в марте текущего года. На объекте трудится порядка 300 рабочих. Хотя у нас в проекте нету, но мы делаем специально дополнительно, это штукатурим. Потому что все-таки штукатурка, когда слой делается большой, зимой тепло будет, а летом будет прохладнее. Здесь эконом-класс, высота потолков 2,50, двухкомнатные, например, от 50 до 60 квадратов, трехкомнатные от 65 до 75, вот так, однокомнатные до 40 квадратов. Проектная стоимость одного дома составляет 637 миллионов тенге. При строительстве используют материалы отечественного производства. В данный момент идет установка оконных рам, также отделочные работы, плотнические работы, также сантехнические работы. Материалы у нас производены в Казахстане. Три многоэтажки планируют сдать в эксплуатацию в декабре текущего года. В итоге 240 семей обретут крышу над головой, а еще один дом сдадут в следующем году. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Бапаев, Руслана Хотела, Тарас, Хабар, 24. В Искаменогорске, в доме мамы, первыми в стране решили помочь с трудоустройством и обучением. Теперь на территории дома можно заняться небольшим сельским хозяйством. Есть возможность получить и новую профессию. В гостях у молодых мам побывала Анель из Сембердина. В доме мамы в Искаменогорске сегодня праздник. Его обитательницы пригласили в гости и мама, и по древней казахской традиции проводят обряд наречения ребенка. А у маленького Ильяса особое торжество. Ему сегодня ровно 40 дней. Теперь его смело можно показывать гостям. Делятся женщины постарше. Они и купают ребенка в 40 ложках воды, желают ему здоровья. Мама Ильяса, Татьяна, выпускница детского дома, признается, для нее и ее малыша это первая важная веха в их новой жизни. У моего ребенка отец казах, и я хочу, чтобы ребенок знал свои казахские традиции, свои корни, потому что мы живем в Казахстане, многонациональной стране. И вот сегодня мы провели обряд по другому торжественному дню. Стол для гостей девочки тоже накрывают сами. Благо заготовки все собственного хозяйства. Есть и куры несушки, и большой огород. Алина и Людмила собирают первый урожай картофеля. С одной лунки больше пол ведра клубней. Довольно молодые мамы. Благодаря тому, что у нас есть свой огород, у нас всегда свежие продукты на столе. Без консервантов, без каких-то либо добавок. Мы готовим пюре детям из морковки, свеклу. Когда у детей животик болит, мы делаем настойку из укропа. Мы научились очень многому здесь. Маржан же заготавливает собранные помидоры и огурцы на зиму. Тоже необходимый навык на будущее. Со своим домом справлюсь, улыбается женщина. Здесь, в доме мамы, их стараются подготовить к самостоятельной жизни. Мы не только учим быть их хозяйками, но и еще стараемся обучить какой-то профессии. Если у девочки нет этой профессии. Если есть профессия, мы помогаем закончить какой-то или университет, или колледж. И дать еще какое-то дополнительное образование. Это швейное дело, это обязательно. Дальше, буквально через несколько дней, у нас начинаются курсы по маникюру. Но главное, здесь молодых женщин учат быть мамами. Вопреки всем обстоятельствам, они уже никогда не оставят своих детей. Анна Литинберзин, Аслан Тулепов, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Международный фестиваль уникального формата Star of Asia проходит в эти дни на высокогорном катке Медео. Мероприятие в рамках поддержки программы президента Рухани Жангару дает старт празднованию Дня города Алматы. В первый день фестиваля зрители увидели выступление любимых казахстанских артистов, световое, лазерное шоу. Сегодняшняя программа также обещает стать богатой на сюрпризы. Светодиодные костюмы, ретромобили, каскадеры, гимнасты, симфонический оркестр и неожиданные дуэты. Это лишь малая часть того, что ждет зрителей фестиваля Star of Asia. Грандиозное шоу проходит в Алматы впервые. В прямом эфире его увидят 118 стран земного шара. Организаторы постарались, чтобы на Медео на сцене были бассейны, фонтаны, огромное количество пиротехники. На каждом номере участвует столько танцоров, столько реквизитов. Это нужно просто смотреть. Это действительно будет колоссальный музыкальный праздник. На сцену, выполненную в виде гигантского метеорита, поднимутся звезды более восьми государств. Это исполнители из Китая, Турции, Азербайджана, Южной Кореи, Японии и других стран. Мне слово «фестиваль» больше нравится, чем слово «конкурс». Потому что все равно на фестивале ты чувствуешь себя расслабленнее, как-то выдаешь себя с положительной стороны, меньше нервов, меньше волнения. Мне очень нравится, что формат такой, международный фестиваль. То есть приезжают артисты из других стран. Во-первых, международный уровень и статус. Во-вторых, возможность встретиться с таким огромным количеством телезрителей, зрителей концерта, ну и, конечно же, выступить на такой сцене, которая, ну, оснащена по последнему слову техникой, так скажем, да, это, конечно, очень приятно. В каждой постановке особый смысл. Одна из самых трогательных частей фестиваля – песня Батрхана Шукенова в исполнении детского хора. Наш хор будет исполнять песню Батрхана Шукенова «Твои шаги». Мы очень горды, что поем песню такого великого человека. Снова, 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 ждут «Твои шаги», «Твои шаги». Полина Чехичина, Абен Нырымбаев, Алматы, Хабар, 24. Пока это все. Оставайтесь с нами. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok